Меня зовут Ирена Тахоева. Я родилась во Владикавказе, собственно говоря, и выросла там. И первое мое образование экономическое. После я поняла, что я хочу заниматься искусством, хотя бы быть причастной к нему. И поступила в колледж хореографический, училась там три года. Потом там год поработала, и теперь я в ГИТИСе. Учусь на балетмейстерском факультете у Ольги Георгиевны Тарасовой. Пока я жила и работала в Осетии, было очень много творческой работы. Мне очень повезло, на самом деле, то, что судьба сталкивала меня там с такими людьми, которые давали мне возможность творить. И там я на самом деле могу сказать, что раскрылось благодаря своим педагогам. Вот, значит, у меня было очень много творческой работы. Поначалу я это делала просто так, потому что мне хотелось это делать. Я поставила спектакль с актером в Осетии, достаточно известный актер, господи, Александр Бетаров. И мы с ним сделали очень интересный творческий проект, социальный проект, связанный с тематикой загрязнения, с тематикой того, что нет культуры во многих районах, скажем так, и как с этим бороться. Это было только на степах, то есть ни одного музыкального инструмента не прозвучало. Весь музыкальный инструмент, ребята, артисты, они делали сами. Это была достаточно интересная работа. После я работала с государственным ансамблем, ну, то есть много, много, много. И деткам, то есть я ставила всем, всем, кто хотел со мной работать, я ставила всем. И детские коллективы были, и коллективы более высокого уровня были, и такие антрепризные, скажем так, работы были. Поэтому как-то путь мой вот в этом смысле стал развиваться. И кульминация, наверное, всего была, это роль Мерседеса в постановке Анжелики. На самом деле я очень благодарна этому человеку. И именно она сказала, тебе нужно поступать в ГИТИС на курс Ольги Георгины Тарасовой. И благодаря ей я сейчас здесь. Я очень благодарна. Я знаю точно, что нескольким деткам я привела любовь к танцу. Это точно, могу сказать, без лишней скромности, что это важно. Наверное, даже, может быть, важнее, чем какие-то глобальные вещи. Слишком утопически звучать. Я мечтаю о гармонии в широком смысле этого слова. Я мечтаю, чтобы все сферы моей жизни были равноценно наполнены. Я мечтаю, наверное, о доме. О доме обязательно, что это должен быть дом, уютный, с семьей, с детьми. И они обязательно ходят на мои спектакли. Вот, поэтому гармония во всем. В работе, в семье, в любви, в жизни, в отношении к себе в первую очередь. Наверное, это то, к чему я стремлюсь, в гармонии. Если у меня когда-нибудь, не если, а когда у меня появится пространство, где я могу делать все, что я захочу, наверное, я бы хотела сделать такую школу-сцену, в сцену, в такую достаточно камерную, наверное, хотелось бы, где люди могут смотреть на искусство, где люди могут создавать его, где люди могут учиться этому. При этом было бы интересно, если бы там могли... Там была бы, может быть, небольшая труппа из профессиональных артистов, актеров, может быть, танцовщиков. И они бы могли делать какие-то спектакли, какие-то перформансы, какие-то работы. Иногда туда можно было бы приглашать людей не как на мастер-классы, там часто делают многие, а чтобы именно они поучаствовали. Мне очень нравится, сейчас есть такое направление, как контактная импровизация. Вот если собрать... Возможно, это кто-то уже делал, но думаю, что это было бы интересно собрать такие классы, такие часы, чтобы люди могли именно не просто контактной импровизацией заниматься, да, где ты чувствуешь партнёра и так далее, а обмен энергиями, обмен энергиями, наполнением друг друга. Мне кажется, это самое важное, когда это есть. Все границы, все рамки, которые нас часто нажимают, все условности, которые нам говорят, вот так можно делать, так нельзя делать, вот так правильно делать. Особенно я из Осетии. На Кавказе это очень так популярно, скажем так, это в принципе все так живут, всегда говорят, что это нельзя, то нельзя, это нельзя. Надо вот так себя вести, надо вот так себя вести. И очень многих людей это закрепощает, и они боятся впустить в свою жизнь кого-то, кого-то. И это проблема, которую, мне кажется, вот там можно было бы решать такие психологические танцевальные тренинги.